Здравствуйте, с вами Корнев Антон, основатель юридического агентства Корнев и партнеры. И сегодня мы поговорим про чек-лист при досмотре вашего автомобиля. Дело в том, что досмотр очень сильно отличается от осмотра. При осмотре имеют право осматривать только закрытый автомобиль, то есть визуально снаружи. А при досмотре допускается обследование всего автомобиля, включая его содержимое, все, что находится внутри салона, и также допускается частичная разборка без нарушения целостности агрегата. Если говорить простым языком, нельзя распилить машину, но можно открутить сиденье. Если вы попали в такую неприятную ситуацию, первое, что нужно сделать, это удостовериться в личности сотрудника ГИБДД, который вас остановил и предупредил, что сейчас будет досмотр. Второе, что стоит сделать, это включить камеру на телефоне и начинать записывать все, что происходит. В том числе можно снимать удостоверение сотрудника ГИБДД. Сотрудник ГИБДД не имеет права вам запретить снимать его и досмотр. В свою очередь, сотрудник ГИБДД должен начать составлять протокол досмотра, где четко указать, какая машина, где и во сколько начался этот процесс. Если есть такая возможность, сотрудник ГИБДД должен привлечь двух понятых. И это не могут быть сотрудники полиции, даже переодетые в штатскую форму. Вы имеете полное право попросить этих понятых предъявить их паспорты, чтобы сверить их личность. Если же это происходит где-то не на очень оживленной трассе и не в городе, сотрудник ГИБДД имеет право проводить досмотр без понятых, но с обязательной аудио-видеофиксацией. Именно видео, а не каких фотографий. Он с помощью камеры или телефона, не знаю уж, как у него там получится, начинает фиксировать то, что происходит. Вы, в свою очередь, делайте то же самое. Следующее, что нужно сделать, когда вы удостоверитесь в личности, услышали, что будет сейчас производиться досмотр, спросить причину досмотра вашего автомобиля. Обычно сотрудник ГИБДД скажет, что вы подходите под ориентировку машины, которые в розыске. Спорить с этим бесполезно. Эту ориентировку вам должны показать только в отделении полиции, когда вы туда доедете. На посту ее зачастую нет. Придется верить на слово. Но он все это вам скажет на телефон, на камеру. Вы все это запечатлите. Когда вы поняли, что досмотр состоится, вам нужно взять личные вещи из автомобиля, телефон, сумку, портфель и выйти из автомашины. Именно так. С ключами в руках. Дело в том, что происходит досмотр автомашины и всего того, что окажется в ней, в салоне и внутри. Ваш личный досмотр – это отдельная процедура и она отправляется отдельным протоколом. Если же еще вы являетесь представителем прекрасного пола, то ваш личный досмотр должен производиться с понятыми того же пола и вас досматривать должен специалист того же пола, что и вы. Поэтому, если вы за что-то сильно переживаете и предполагаете, что и ваш личный досмотр может быть произведен, отдали свой телефон, деньги супруге или девушке, которая вместе с вами вдруг оказалась. Чтобы провести ее личный досмотр, это будет крайне тяжело осуществить. Вышли из машины, четко попросили показать тех сотрудников, которые будут проводить досмотр. Следите за тем, чтобы только два сотрудника – один снимает, а второй непосредственно ищет, принимали в этом участие. Никаких вариантов, когда к четырем дверям подошло четыре сотрудника полиции вместе, одновременно залезли и что-то там ищут, быть не может. Это нарушение. После этих двух сотрудников идете вы, также все внимательно снимаете и смотрите, а за вами идут понятые. Понятые не должны стоять в кустиках курить. Они должны быть непосредственной близости от всех вас и свидетельствовать, если вдруг сотрудник ГИБДД что-то нашел. Допускается, что могут открутить сидение, частично разобрать обивку дверей, в том числе и потолка, могут частично разобрать какие-то агрегаты в автомобиле. Это делает непосредственно сам сотрудник ГИБДД. Если это делает какой-то слесарь Ваня, он должен быть вписан в протокол, как человек, который участвовал в досмотре. И вы за этим очень внимательно должны следить, чтобы этот Ваня был туда вписан. После того, как они что-то нашли, а зачастую не нашли ничего, составляется протокол, заканчивается, что произведен досмотр, было или не было что-то там найдено. Когда протокол составлен, его копию вам должны отдать на руки. Добивайтесь того, чтобы копия была читаема. Если это под копирку, и вообще невозможно ничего разобрать, сидите и спокойно обводите то, что там написано, сверяясь с протоколом. Самое важное, чтобы были видны полностью все регалии, фамилии, имя, отчество сотрудников ГИБДД, которые проводили досмотр, чтобы вы могли их идентифицировать и на них написать жалобки, чтобы их можно было найти. Именно так. А сейчас я отвечу на два самых популярных вопроса от моих подписчиков. Первый. Что делать, если нет денег на адвоката? Очень просто. Не влипать. Смотрите мои обучающие программы корнев.москол. Это не освободит вас от ответственности, но позволит избежать очень серьезных проблем, когда вы будете общаться с правоохранительными органами. И второй. Где взять хорошего адвоката? Очень много шарлатанов, но обещают, денег возьмут, ничего не сделают. Работайте с моими адвокатами. Мы представлены почти в каждом субъекте Российской Федерации. 80 городов. Я лично несу перед вами ответственность за квалификацию своих адвокатов. После этого есть всего лишь два варианта развития событий. Либо вам говорят счастливого пути, либо вашу машину отправляют на спецстоянку. Тогда вы должны проконтролировать, как она будет опечатана. До тех пор, пока у вас не забрали машину на спецстоянку, ключи должны быть у вас в руках. И если вас в процессе досмотра позвали куда-то подписать какие-то бумаги, вы никуда не отходите. Только в том случае, если вместе с вами все сотрудники полиции тоже отошли. В этом случае вы опять все закрываете, окна, люки, двери и идете с ними. Подписываете и возвращаетесь обратно. Такого, чтобы машина стояла открыто и без вас быть не должно. Дабы у вас не появилось того, чего не было никогда. Ветром не принесло. Имейте это в виду. Если же произошел такой анекдотический случай, что у вас полмашины разобрали, ничего не нашли и пожелали вам счастливого пути, к сожалению, закон не предусматривает обязанности сотрудников ГИБДД вам собрать все обратно. Придется собирать самому. Прямо так. Собрали и уехали. Запомните. Все свои замечания пишите в протокол. Собственноручно. Все, что вас не устроило. Что понятых не было. Что сотрудники полиции все вместе осматривали. Что то, что они нашли, никогда у вас не лежало. Если, не дай бог, у вас действительно что-то нашли, немедленно, незамедлительно вызываете адвоката. Прямо так. Помимо этого, есть телефоны. МВД, служба 102, бывшая 02. Там постоянно ведется запись всех обращений и все обращения отрабатывают. Есть служба собственной безопасности. Телефон доверия. А также телефон прокуратуры. Если что-то происходит не так, обязательно прямо на месте звоните по этим телефонам. Легко их найдете в интернете. И жалуйтесь. На вашу жалобу обязательно отреагирует и будет проведена служебная проверка. О ее результатах вам тоже сообщили. Ни гвоздя вам ни жезла. Подписывайтесь на всякий случай. С вами был Корни Фонтан. Дамы и господа. Если вы опасаетесь, что вас могут вызвать на допрос, может быть обыск дома или в офисе, может начаться внеплановая налоговая проверка, одним словом, правоохранительный орган, полиция, Следственный комитет, ФСБ Российской Федерации проявляет к вам повышенный интерес и вы хотите защитить себя и свой бизнес, переходите по ссылке корнев.моску, один звонок и вы под защитой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова